Геополитическое противостояние в мире продолжает обостряться. Вышеописанные действия американской и российской стороны вполне тянут на завязку для новой полномасштабной холодной войны. Но подождите, ведь это даже не половина всей конфронтационной активности за последние две недели. По сути, на наших глазах кристаллизуются новые блоки. Важной темой международной политической повестки дня остаются события вокруг обострения вооруженного конфликта на Донбассе. Пранка немецкий план урегулирования включает в себя 11 кластеров. Только полюбуйтесь на эти заголовки. Правосудие по делу Джорджа Флойда восторжествовало следующие на очереди политические лидеры Америки. Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире «Международная панорама» и я, Данил Богатырев. Геополитическое противостояние в мире продолжает обостряться. И если несколько недель назад мы говорили об этом преимущественно на примере конфронтации между США и Китаем в Юго-Восточной Азии и других регионах, то теперь в фокусе объективов оказались российско-американские отношения и Восточная Европа. В предыдущем выпуске нашей передачи мы уже упоминали о звонке Джо Байдена Владимиру Путину с предложением встретиться. С момента этого разговора произошла целая череда событий, которая дала понять, что скорой разрядки или перезагрузки между Москвой и Вашингтоном ожидать не стоит. Более того, эти события ускорили кристаллизацию сфер влияния различных великих держав и ускорили вероятное установление железных занавесов между ними. Впрочем, обо всем по порядку. 15 апреля Вашингтон ввел против Москвы новый пакет санкций, несмотря на предупреждение российской стороны о том, что подобная практика существенно осложнит подготовку встречи президентов двух стран. Джо Байден подписал указ, запрещающий американским финансовым институтам участвовать в покупке на первичном рынке российских суверенных облигаций. Минфин США издал директиву, запрещающую участвовать в размещении на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций. Речь идет об облигациях, выпущенных после 14 июня 2021 года Банком России, Фондом национального благосостояния или Российским министерством финансов. Также запрещается предоставление этим структурам суд в рублях или другой валюте. Кроме того, Министерство финансов США также выявило и внесло в черный список шесть российских технологических компаний, которые, как говорится в заявлении, оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб, включая консультации экспертов, разработку программ и предоставление технической базы для содействия вредоносным действиям в киберпространстве. Также было принято решение высылать из Вашингтона 10 российских дипломатов. Ответ не заставил себя долго ждать. 16 апреля российская сторона сообщила о бессрочном запрете на въезд в РФ восьми действующим и бывшим высокопоставленным чиновникам США. Но самое интересное и важное не это. В конце концов, вряд ли глава ФБР собирался с визитом в Москву. Гораздо более ощутимыми стали следующие меры. Высылка 10 американских дипломатов и ограничение практики краткосрочных командировок по линии Госдепартамента для обеспечения работы диппредставительств, прекращение найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа россиян и граждан третьих стран, прекращение действия двухстороннего меморандума 1992 года о понимании в отношении открытой суши, которая существенно ограничит перемещение американских дипломатов по российской территории, и самое главное – прекращение работы в России некоммерческих организаций, аффилированных с американскими госструктурами. Также 19 апреля стало известно об иске московской прокуратуры о признании организации Алексея Навального фонд борьбы с коррупцией экстремистской и, как следствие, запрете ее деятельности. Вышеописанные действия американской и российской стороны вполне тянут на завязку для новой полномасштабной холодной войны. Но подождите, ведь это даже не половина всей конфронтационной активности за последние две недели. С момента введения американских санкций в МИД России дважды публично призывали американского посла Джона Салливана покинуть Москву и отправиться на родину для консультаций. 20 апреля он внял этой просьбе, не дожидаясь официальной высылки. Вдобавок к растущей конфронтации между США и РФ все большую активность в геополитическом противостоянии проявляют их союзники. Так, 15 апреля синхронно с американскими санкциями троих российских дипломатов выслала Польша, на что незамедлительно получила симметричный ответ. 17 апреля целых 18 российских дипломатов выслала Чехия, обвинив Россию в причастности ко взрывам на военных складах в 2014 году. Любопытно, что по версии чешской стороны взрывы могли организовать те самые Петров и Баширов, которых ранее обвиняли в попытке отравления скрипалей. Как часто бывает в подобных случаях, западные СМИ и политические элиты не стали искать новые доказательства и выдумывать новые фамилии предполагаемых агентов. Сойдет и так. Теперь компания «Русатом» не будет допущена к тендеру на постройку блока атомной электростанции «Дукованы» в Чехии. Ну, а Россия в ответ выслала 20 чешских дипломатов, после чего штат посольства Чехии в Москве сократился до 5 человек. Еще более интересные события произошли на минувших выходных в Беларуси. В субботу, 17 апреля, президент страны Александр Лукашенко сообщил о задержании членов группы оппозиционеров, перед которыми, как он утверждает, стояла задача ликвидировать главу государства и похитить его детей. Одновременно с аналогичным заявлением выступила ФСБ России, которая и провела в Москве задержание участников этой группы. При этом в российской спецслужбе заявили, что речь шла не только об убийстве Лукашенко, но и о подготовке государственного переворота в Беларуси на 9 мая. Как сообщили в ФСБ, цитата, «Федеральной службой безопасности РФ совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию цветных революций с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко. Зянкович приехал в Москву после консультаций в США и Польше. Наряду с информацией о задержании заговорщиков на белорусском телевидении были опубликованы видеозаписи их переговоров, в ходе которых они обсуждали организацию покушения на Александра Лукашенко по сценарию убийства президента Египта Анвара Садата во время военного парада в 1981 году. Теперь, когда мы наконец завершили описание событий, так или иначе касающихся ухудшения американо-российских отношений за последние две недели, поговорим о том, что они значат. Мы являемся свидетелями двух важных геополитических процессов. Во-первых, начало новой холодной войны между США и Россией, а во-вторых, консолидации зон влияния этих двух крупных государств для успешного противостояния друг другу в холодной войне. Окончательно осознав, что новая американская администрация не намерена договариваться с Россией о разделе сфер влияния, а намерена лишь выставлять ультиматумы, в Москве принялись за зачистку аффилированной США оппозиции. Причем не только на территории России, но и в союзной Беларуси. Задержание чудаковатых политологов и престарелых вечных активистов, обсуждавших переворот за миской борща в уютном московском ресторане, здесь лишь предлог. На самом деле агентов американского влияния в России и Беларуси зачищают в ожидании усиления конфронтации с США и возможных попыток внутренней дестабилизации. Параллельно с этим происходит процесс нагнетания антироссийской истерии в странах Восточной Европы, которые в американской геополитической мысли принято рассматривать в качестве санитарного кордона, не позволяющего России эффективно взаимодействовать со странами Старой Европы в лице Германии и Франции. По сути, на наших глазах кристаллизуются новые блоки. Формируется подобие описанных еще Карлом Шмидтом больших пространств. В каждом из них будет одно государство-гегемон и ряд государств-сателлитов. Сейчас эти большие пространства очищаются от внутренне чуждых элементов. Весьма вероятно, в ближайшие годы возможность трансграничного трудоустройства, миграции, ведения малого и среднего бизнеса, научной или любой другой легальной деятельности за пределами своего большого пространства будет для его жителей существенно ограничена. В более отдаленной перспективе между конфликтующими большими пространствами, например, американским и российским, или американским и китайским, могут опуститься самые настоящие железные занавесы. Подробнее о развитии российско-американских отношений на современном этапе и о том, какие геополитические конструкции будут сформированы в мире в ближайшее время, поговорим с директором Института стратегических исследований «Новой Украины» Святославом Денисенко. Здравствуйте! Здравствуйте! Первый вопрос, который хотелось бы задать, вот узнать ваше мнение о тех событиях, которые происходили на протяжении предшествующих двух недель, а именно взаимные высылки дипломатов, крайне резкие радикальные заявления, как с американской стороны, так и со стороны американских союзников, так и с российской, белорусской стороны, поимка этих заговорщиков, уж не знаю, реальных или фиктивных в Беларуси, запрет НКО в России, попытка объявить организацию Навального экстремистской. Вот мне представляется, что все это звенья одной цепи и некой кристаллизации новых геополитических блоков и зон влияния. А вы как думаете? Да, в общем-то вы правильно задали дискурс нашей беседы, направления нашей беседы. Первое. Нужно отметить, что взаимный отзыв послов, ну или как бы Россия отозвала посла и попросила Соединённых Штатов отозвать посла для консультации, означает, что на уровне рутинной дипломатической деятельности повестки взаимных отношений больше нет. Это, конечно, плохой сигнал, вот, и очень настораживающий для, ну, скажем так, перспектив развития. С другой стороны, обозначилось, ну, скажем так, как вы говорите, кристаллизовалось в другое направление. Есть понимание того, что необходимо выходить на какой-то формат консультации. Вот, очевидно, что это самый высокий уровень, вот, и поэтому предложение Байдена об организации встречи с Путиным, это понятный, в общем-то, и логичный, предсказуемый шаг. Значит, очевидно, что отношения, как сказать, далеки от нормальных, это очень серьёзное обострение. Вот, с другой стороны, ну, скажем так сказать, до эскалации уровня, ну, скажем, Карибских кризисов, да, или Берлинских кризисов, как любят сейчас проводить эти аналогии, может, оно и трансформируется в это, но пока, как бы, я таких аналогий не проводил бы. Почему? Потому что уровень взаимных санкций сконцентрирован, в первую очередь, на неких политических моментах, да, вот, и пока серьёзно, ну, кроме, собственно, ограничений на покупку государственного долга Российской Федерации, пока, как бы, таких вот термоядерных санкций экономических обе стороны друг к другу не применяют. Ну, то есть, что имеется в виду? Со стороны Соединённых Штатов это, может быть, отключение от долларовой системы. Другой вопрос, зачем оно им надо, это вот, как бы, многие говорят. Ну, кстати, Россия к этому готовится, звучали заявления такие. Да, но просто дело в том, что это противоречит долгосрочным интересам самих ША, но мы об этом сейчас вот буквально поговорим, да. Значит, соответственно, что это может быть? Ограничение на, как сказать, закупку российских энергоносителей, ну, со стороны Российской Федерации, это что может быть? В качестве зеркальных мер. Это национализация долей американских компаний в энергетических проектах, что будет очень больно, конечно. Это выход из долларовой зоны расчётов за нефть. А вот это уже очень серьёзно, потому что Россия, по подсчётам British Petroleum, это порядка 12,5% глобальной добычи. Если сюда приплюсовать Иран и Китай, то мы получим 20% глобальной добычи, которая будет, в общем-то, обеспечена иной валютой, нежели долларом, а это достаточно, ну, это как бы для Соединённых Штатов невыгодно. Кроме того, ну, собственно, надо понимать, что на сегодняшний день американская экономика, она очень зависима от ситуации на фондовом рынке. Поэтому дальнейшая как бы эскалация, ну, как сказать, и шаги Российской Федерации по повышению миновоенных ставок, она может отражаться и на экономике Соединённых Штатов через риски обрушения фондового рынка. Но я не думаю, что он будет долго устойчив к рискам термоядерной войны. Это как бы большая проблема. Поэтому, как сказать, я бы тоже вот не был алармистом. Вот. Есть определённый процесс. Конечно, ставки подняты. Но о чём это говорит? С моей точки зрения, это говорит о том, что обе стороны заинтересованы в максимально быстром, как сказать, достижении некоего, ну, пусть даже промежуточного, но компромиссного варианта, который обеим сторонам поможет. Для Российской Федерации достижение некоего компромиссного варианта обеспечит что? Это не вмешательство Соединённых Штатов во внутреннюю политику или ограничение этого вмешательства. Они не будут раскачивать существующую, сложившуюся в Российской Федерации конструкцию власть и позволят там, скажем, провести все необходимые конституционные изменения и так далее. То есть не будут подпитывать протестную активность. Вот. Ну и плюс Россия, конечно, получает некоторую субъектность, то есть это признание, это зона влияния. Ну и признание зоны влияния. Совершенно верно, да. Это то, какую цель может перед собой ставить Российская Федерация. Более того, она достаточно чётко кристаллизована была. Песков, по-моему, вчера или позавчера об этом заявил. То есть невмешательство во внутренние дела, признание, наличие интересов и субъектности в международных отношениях. Что нужно со своей стороны США? Значит, для Соединённых Штатов, с моей точки зрения, вырисовывается очень такая проблематичная конфигурация в Евразии. Это быстрое, так сказать, сближение, в первую очередь экономическое, конечно, между Китаем, Ираном и Российской Федерацией. Фактически вот в этом треугольнике это получается такое сечение, которое очень ограничивает влияние Запада на ситуацию на евразийском континенте, в такой большой Азии. Плюс это такой контур новый, экономический, достаточно ёмкий. Если подсчитать, то это будет по 2 миллиарда человек, это очень много. Где возможно хождение альтернативной валюты, альтернативная организация финансовой системы. Более того, ресурсно и технологически он определённым образом... Вот на сегодняшний день, можно говорить, что он будет определённым образом обеспечен. Поэтому не дать сложиться этому контуру, это как бы в интересах Соединённых Штатов Америки. Вот, через эту призму, конечно, необходимо форсировать достижение взаимных договорённостей. По возможности с каждым из участников вот этого там условного треугольника в отдельности. Вот. И постараться не допустить его оформления вот этой вот конфигурации. Светослав, но ведь тем не менее, мы видим обратный процесс. Мы видим процесс скорее не готовности Соединённых Штатов к каким-то конструктивным договорённостям, а наоборот максимального повышения ставок. И я думаю, в Соединённых Штатах все знают, что, допустим, подобная политика с Россией не работает. Но это вот показали предыдущие годы, что на повышение ставок Россия склонна отвечать своим повышением ставок. И к договорённости прийти сложно. Сейчас они поняли, что и с Китаем это вряд ли сработает после встречи в Анкоридже. Так в чём же, собственно, цель тогда вот этих санкций и тому подобных манипуляций? Ну, смотрите, если бы не было Карибского кризиса, не наступила бы эпоха разрядки, не было бы размежевания интересов в Европе, и не появился бы такой системный хороший красивый документ, как заключительный акт Хельсинской конференции, где все эти принципы были изложены. А, естественно, на момент 61-62-го годов, конечно, там было максимальное повышение ставок. После этого начались, кстати, ограничения на ядерные испытания в море, в воздухе, в космосе. То есть, ну, как бы начала прокладываться эта логика разрядки, да. Вот. С другой стороны, я... Сейчас очень сложно сказать, на каких условиях Соединённые Штаты смогут договориться с Китаем. Ну, то есть, вот видите, в прошлом, или когда мы обсуждали на прошлой передаче о сделке Трампа с Китаем, ну, или там, как бы, затрагивали в любом случае этот вопрос. Но сейчас интересно посмотреть, насколько она реализуется. И сложно реализовать, невозможно. Понимаете? Ну, вот. Поэтому, соответственно, какое соглашение устроит США в отношениях с Китаем, большой вопрос. Это показала, собственно, встреча в Анкоридже. С другой стороны, если говорить об отношениях США и Российской Федерации, то, например, момент продления СНВ-3. Вы видите, насколько быстро произошло, ну, то, что, собственно, было взаимовыгодным, демонстрировало ответственность стран международного сообщества. Ну, продление договора. Да. Ну, знаете, я вот это описываю обычно, как выставление таких флажков, за которые нельзя заходить. Совершенно верно. То есть, обе стороны понимают, что может быть противостояние, но до ядерной войны оно не должно скатиться. Совершенно верно. Вот поэтому, как бы, это один из примеров того, насколько быстро мы прошли, хотя, в общем-то, многие эксперты говорили о том, что будет сложно, что вот может быть разрыв, но, в общем-то, администрация Байдена в этом смысле, как и администрация Путина, проявили добрую волю, они очень быстро договорились, обменялись нотами, ратифицировали продление соглашения, провели это через... Поэтому, собственно, вот до этого градуса, конечно, они не собираются это доводить. Более того, есть уровень взаимодействия на локальном театре, назовем так, военных действий, это Сирия, где присутствуют и российские, и американские войска, российские, и американские базы. Они там обмениваются информацией, и, в общем-то... Ну, не все гладко, конечно, там... Ну, в общем... Иногда информация обменивается, а иногда колонны, там, российские, таранят американские, и, наоборот, там, во время патрулей. Да, ну, это демонстрация, как бы, тоже, опять-таки, наличие зон влияния и так далее. Вот, но, на самом деле, они, как бы, там сосуществуют, и о том, что, собственно, ну, о серьезных инцидентах мы там не слышали. Вот, с другой стороны, почему еще сторонам важно двигаться вперед? Потому что, ну, вот, смотрите, сегодня основной интерес Соединенных Штатов – это, как бы, переобустройство глобальной системы, в которой США занимали бы по-прежнему доминирующее место. Понятно, они об этом говорят, и уже Байден об этом говорит. Вот, а как это можно достичь? Ну, вот, политика идеологически понятна. Это есть рамка, борьба с изменениями климата, да. Вот, бороться с изменениями климата без включения, ну, условно говоря, Российской Федерации, да, вот, КНР – невозможно. Вот, поэтому, соответственно, ну, это, как бы, достаточно странно будет. Вот, потом была такая вот интересная идея, они все на нее обратили внимание, выступила с ней Джанет Йеллен, ну, вот, о том, чтобы уравнять или максимально привести к соответствию глобальный уровень налога на прибыль, в крайней мере, в рамках «Большой двадцатки». Это тоже интересная инициатива. Ну, вот, реализовать, опять же, таки, ее без включения стран, которые, в общем-то, занимают серьезные позиции в глобальной экономике, невозможно. То есть, поэтому, как бы, поднятие ставок перед достижением некого компромисса. Вот так мне представляется эта ситуация. Ну, что ж, будем надеяться, что этот компромисс все-таки будет достигнут. Я благодарю вас за беседу. Спасибо вам. В гостях в «Международной панораме» был Светослав Денисенко, директор Института стратегических исследований «Новая Украина». На фоне ужесточения геополитического противостояния США, 21 апреля в России состоялось очередное послание Владимира Путина к Федеральному собранию. Учитывая обострившуюся международно-политическую обстановку в целом и вокруг Украины в частности, некоторые журналисты накануне послания высказывали предположение о том, что в нем будет уделено много внимания внешней политике и теме Украины в частности. Однако они ошибались. Внешнеполитический блок послания прозвучал ближе к его концу, и его основные тезисы можно свести к тому, что Россия не хотела вступать в конфронтацию с Западом, но раз уж эта конфронтация началась, Москва будет асимметрично и жестко отвечать на действия оппонентов. Вот характерная цитата из послания Путина. Мы не отвечаем на недружественные акции хамства. Мы хотим иметь со всеми представителями международного сообщества хорошие отношения, в том числе с теми, с кем отношения у нас, мягко говоря, не складываются. Мы не хотим сжигать мосты. Но если кто-то понимает наши добрые намерения как слабость, но ему надо знать, наш ответ будет асимметричным, быстрым, жестким. Те, кто угрожает нашей безопасности, пожалеет так, как давно ни о чем не жалел. У нас хватит терпения, ответственности, здравого смысла при принятии любого решения. Но, надеюсь, в отношении России никому не придет в голову переступить красную черту. Где она будет проходить, это мы сами решим. Данную мысль подтверждает то, что в ходе послания Владимир Путин упомянул ситуацию с недавним раскрытием подготовки переворота в Беларуси группой прозападных либеральных интеллигентов. Подробнее об этой ситуации мы говорили выше, потому не будем повторяться. Скажем лишь, что прозападных политических активистов в России и Беларуси, равно как и симпатиков России в странах Восточной Европы, ждут непростые времена. Что же касается большей части послания Путина федеральному собранию, она была посвящена вопросам социального и экономического характера. В частности, российский президент много говорил о медицине и борьбе с пандемией, выплате пособий для семей с новорожденными и учащимися школьниками, развитии регионов и реализации инфраструктурных проектов. В целом, нынешнее послание российского президента имело отчетливый внутриполитический вектор. За несколько дней до выступления Путина о планах провести 21 апреля протестные акции заявили сторонники Алексея Навального. Намерения протестовать они аргументировали неудовлетворительным состоянием здоровья своего лидера, недавно переведенного из колонии в тюремную больницу. Тем не менее, учитывая намерения российских властей в рамках усугубления конфронтации с США запретить работу проамериканских грантовых организаций и признать фонд Навального экстремистским, можно сделать вывод, что основной причиной спешной организации протестов стало вовсе не здоровье Алексея. По информации сайта ОВД-инфо, протестные акции сторонников Навального прошли 21 апреля в 39 городах России. Однако, по сравнению с февральскими протестами, на них вышло гораздо меньше людей. По состоянию на утро четверга цифра задержанных на несанкционированных протестных акциях по всей стране составляла 1770 человек. Это по данным все того же сайта ОВД-инфо. Точной информации о численности протестующих практически нигде нет, но на видео с митингов невооруженным глазом видно, что их было в десятки, а кое-где даже в сотни раз меньше, чем на февральских акциях. Похоже, разыграть карту ухудшения здоровья Навального для вывода людей на улицы в день оглашения послания Путина Федеральному собранию российской либеральной оппозиции так и не удалось. Важной темой международной политической повестки дня остаются события вокруг обострения вооруженного конфликта на Донбассе. 16 апреля в Париже состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с французским президентом Эммануэлем Макроном. По видеосвязи к ним присоединилась немецкий канцлер Ангела Меркель. По итогам встречи главы Франции и Германии заявили о необходимости обоим сторонам выполнять минские соглашения и высказались за продолжение работы нормандского формата. Важным итогом переговоров Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель стало то, что они фактически поставили перед украинской стороной условие принять так называемый кластерный план урегулирования, разработанный в Берлине и Париже. Его суть состоит в том, чтобы согласовать последовательность действий сторон по реализации минского комплекса мер и, когда это будет сделано, передать кластеры в трехстороннюю контактную группу в Минске в виде рекомендаций для разработки там дорожной карты. Подразумевается, что она будет финальным мирным планом урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями. Франко-немецкий план урегулирования включает в себя 11 кластеров. Приведем содержание важнейших из них. Посвященном безопасности и гуманитарным вопросам кластере А 7 пунктов. Полное прекращение огня, разминирование, отвод тяжелого вооружения, разведение сил на новых участках линии соприкосновения, открытие дополнительных пунктов пропуска, освобождение и обмен удерживаемых лиц, безопасный и надежный доступ к специальной мониторинговой миссии СММ ОБСЕ по всей Украине. В политико-экономическом кластере Б 4 пункта. Формула Штайнмайера включается в украинское законодательство. Затем руководители стран Нормандской четверки одобряют дорожную карту. А потом Киев согласует с Ордло в контактной группе все правовые акты, которые будут касаться этих регионов Донбасса. В последнем пункте кластера говорится о проведении Украиной конституционной реформы, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию и принятия следующих законов – об особом статусе Ордло, о местных выборах, об амнистии и об особой экономической зоне. Каждый шаг пункта снабжен ссылкой на соответствующее положение комплекса мер о выполнении Минских соглашений. Класть РЦ о безопасности содержит всего два пункта. Начало вывода всех иностранных вооруженных формирований военной техники, а также наемников из Ордло и начало разоружения всех незаконных группировок в Ордло за исключением народной милиции. Столько же пунктов в следующем за ним политическом кластере Д. На этом этапе в Украине временно вступает в силу конституционная реформа, предполагающая децентрализацию, и временно начинают действовать законы о местных выборах в Ордло и особой экономической зоне там. В кластере Е описано завершение вывода иностранных формирований и процесса разоружения, описанных в блоке С, и добавлены положения о том, что безопасность Ордло должна поддерживаться совместными патрулями украинской полиции и местной народной милиции при участии и посредничестве СММ ОБСЕ. Там же говорится о расширении за счет ОБСЕ международного присутствия вдоль границы Украины. Таким образом, европейские лидеры в Париже настоятельно предложили Владимиру Зеленскому и Украине вернуться к выполнению Минского комплекса мер и не поддержали инициативы по его переписыванию, которые Киев высказывал на протяжении последних месяцев. Стоит отметить, что несмотря на позицию Германии и Франции, добиться каких бы то ни было внятных результатов в вопросе мирного урегулирования не удалось ни на встрече в формате видеоконференции советников лидеров стран Нормандской четверки, ни на аналогичной встрече трехсторонней контактной группы. Оба эти мероприятия прошли в начале текущей недели. 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к народу. В ходе него глава государства напомнил, что вблизи украинских границ сконцентрировано большое количество российских войск. Он подчеркнул, что Украина не хочет войны, но готова к ней и призвал граждан соблюдать информационную гигиену и не поддаваться на провокации. Президент заявил, что Украина понимает все возможные сценарии и знает, что будет делать в ответ при любом развитии ситуации. Цитата. «Мы не боимся, у нас есть невероятная армия и невероятные защитники». В целом, обращение украинского президента было выдержано в патетических и патриотически пафосных тонах, а завершилось фразой, адресованной Владимиру Путину, цитата. «Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Данное заявление, как и вся работа украинских делегаций на различных переговорных площадках, вероятнее всего преследует цель стимулировать российскую сторону к новым договоренностям о прекращении огня на Донбассе без взятия на себя дополнительных обязательств по выполнению политической части Минского комплекса мер. Очевидно, что Москву подобный сценарий не устраивает. Таким образом, вероятнее всего, текущая ситуация на линии соприкосновения в ближайшее время не изменится. Подробнее о ситуации вокруг мирного урегулирования на Донбассе и дипломатических позициях сторон поговорим с политологом, экспертом Украинского института политики Валентином Гайдаем. Здравствуйте. Здравствуйте, Даниил. Первый вопрос, который я хотел бы задать, это, собственно, то, в чем же состоит интерес украинской стороны в настоящий момент в рамках переговоров по мирному урегулированию на Донбассе. Вот мы видели поездку Зеленского во Францию, переговоры с Макроном. Мы видели позиции украинских делегаций в трехсторонней контактной группе и советника президента Андрея Ермака во время встречи советников в нормандском формате. Что вы из этого, вот какие выводы можете сделать? Вы знаете, вы не поверите, но мне тоже интересно, какая позиция Украины, потому что вот уже почти два года новому президенту, да, Зеленскому, вот, но какой-то такой четкой, ну, вернее, понятной глубоко стратегии нет. Постоянно какие-то планы, там, Б, С, Д, вот, какие-то есть инициативы от отдельных слуг народа, там, вот, недавно вы, наверное, помните, предложили такие экскурсионные туры для жителей Ордло на подконтрольную часть Донбасса, дескать, посмотрите, как живут люди в свободной Украине. Ну, якобы инициатива хорошая. Вот, но в условиях блокады и перманентной войны, я думаю, что это как-то кощунственно звучит. Вы хотя бы снимите блокаду с Донбасса, выборы проведите. Вот уже заканчивается апрель, а нам Кравчук весь прошлый год твердил про выборы в марте этого года. То есть, понятно, что никакого плана, никакого четкого видения оппозиции и стратегии по Донбассу, по его реинтеграции, не только территории, но и жителей этих псевдореспублик у Киева, уже при Зеленском, к сожалению, нет. То есть, они повторяют старые нарративы, вот, Петра Алексеевича Порошенко. И, в принципе, да, там есть какие-то в них прорывы, да, там по обмену пленными, например, по перемирию. Безусловно, есть. Но это уже давненько. Это было действительно давно, вот, и неправда. То есть, и мы идем вот по кругу, да, то есть, вот, есть какие-то там точки, да, какие-то соприкосновения, вот, какие-то встречи, вот, на уровне советников, на уровне даже глав МИД, вот, но дальше нет прорывных соглашений. Что делает сейчас Зеленский? Вы спросили. Да, вот вы вспомнили его поездку во Францию. Раньше была поездка в Турцию к Эрдогану. Правда, непонятно зачем, потому что Турция заявила о нейтралитете, вот, в конфликте Украины. Ну, за закупками оружия, в общем-то. Ну, это понятно, это как вот дополнение. Но все-таки, главный все-таки месседж, как я понимаю сейчас, это создать хотя бы такое видение антипутинской коалиции. Вот, опять вот этот нарратив «Весь мир с нами», ну, вот, что и поддержкой Эрдогана заручились, теперь поддержкой Макрона, там, Меркель там по скайпу выходила на связь, да, вот. Но это пока что как-то довольно скудно смотрится. Но это, откровенно говоря, не получается, потому что Макрон ведь вместе с Меркель заявили о необходимости урегулирования на основании их так называемого кластерного плана, а этот кластерный план, он основан на Минском комплексе мер. Там нет никаких дополнений. Да, мы опять возвращаемся к Минску, к формуле Штайнмайера, то есть ничего нового вообще не происходит. Вот. Я там вспоминал там вскользь какие-то инициативы Киева по реинтеграции Донбасса, по диалогу с жителями, там вот эти поездки, какие-то льготы для абитуриентов, это все хорошо, но это капля в море. То есть нужен реально план действий, чтобы не просто там Данилов рассказывал, вот у нас есть план какой-то, извините, так вы можете хотя бы очертить какие-то контуры этого плана? Что вы собираетесь делать? Да, они твердят и Хамчак, например, и Зеленский, что мы будем сугубо мирными целями, да, мирными способами возвращать Донбасс. Ну хорошо, но есть же какие-то там другие, наверное, обходные пути решения этого конфликта. Прямой диалог, например, или там гражданский диалог. Если вы не хотите с Пушилиным общаться и с пасечником, есть же просто жители Донбасса, да, у которых наши паспорта до сих пор. Потом вопрос разведения сил. Почему его нельзя решить хотя бы даже в одностороннем порядке? Они боятся красных линий, боятся радикалов, боятся еще чего-то. Звонка из посольства штатов они боятся. Вот. То есть складывается еще раз впечатление, я повторюсь, что никакого реального плана, увы, нет. А вот эти все поездки, воежи, это очень слабая, я повторюсь, такая, знаете, попытка создать какую-то проукраинскую коалицию и показать, что действительно весь мир с нами. Вот. В продолжении этой темы, Данила, если позволите, да, вот, все-таки что делать в этом случае? Ну хотя бы не мешать тем политсилам и тем политикам в Украине, которые, у которых есть план и у которых есть стратегия по возвращению Донбасса. Вот. Сознание этих людей. Это во-первых. Во-вторых, надо менять гуманитарную политику, потому что, согласитесь, при нынешних условиях вернуть самосознание тех людей будет довольно сложно, когда у нас вот переименовываются улицы, когда у нас выдавливается из средств массовой информации русский язык, при том, довольно, знаете, так, кощунственно заявляют власть имущие, что, извините, но у них тоже не запрещают на русском говорить. Да, и мы сейчас с вами на каком языке говорим, это правильно, да, вот, и в быту тоже, но вы же видите, как из средств массовой информации, из медийного пространства он исчезает, вот, и, конечно, люди на Донбассе воспринимают это в штыки, но и в Крыму тоже, естественно. Вот недавно была онлайн-конференция по вопросам плюрализма мнений в Украине, вот, и на ней выступил известный политик и блогер Анатолий Шарий. Так он пообщался с депутатами Европарламента, вот, и высказал свою позицию и донес до них вот положение дел в Украине, со свободой слова, с отравлением оппонентов, преследованием его политсилы. Вот, естественно, в Европе должны эти сигналы улавливать и должны на них реагировать, потому что, вот, как раз вот, если мы ориентируемся на Европу, наши власти мучают, наши элиты, то, наверное, пожалуй, только они, ну и, конечно, Штаты, они могут склонить Украину к какому-то миру, вот, к выполнению тех или иных вот кластеров, так называемых, да, вот этих пресловутых, вот, но, к сожалению, я думаю, что если в Европе определенные силы и заинтересованы в урегулировании ситуации на Донбассе, поиск какого-то выхода, да, из этого тупика, то, к сожалению, наши заокеанские товарищи из Вашингтонского обкома, я думаю, что они далеки вот до такой идиллии в Украине и, скорее всего, они будут и дальше давить на Зеленского и на его окружение в том, чтобы, наоборот, срывать какие-то мирные инициативы по Донбассу, потому что мы для них буферная зона, это очевидно, вот, тот самый санитарный кордон, который был еще сто лет назад, теперь мы вместо него, да, помните, где бабуля, я вместо нее, да, вот Польша уже, как бы, ну, я не называю бабулей Польшу, да, вот, но теперь мы буферная зона и понятно, что американцам это выгодно, чтобы тут постоянно тлел конфликт, вот, но, увы, нам-то это не выгодно, это же наша территория, поэтому хотелось бы больше субъектности нашей власти, вот, и меньше оглядок на ястребов демократии. Ну, хорошо, мы, в общем-то, поняли, каковы интересы Германии и Франции, каковы интересы Соединенных Штатов, более-менее поняли, хотя я вот, например, но с вами согласен отчасти, что продолжение конфликта вяло текущего для США выгодно, а его резкое обострение и быстрый исход какой-то, в том числе, там, поражение Украины или какой-то иной исход, это невыгодно для Штатов, вот, потому что им нужно сохранять, в общем-то, конфликт как средство сдерживания России, как они говорят. А каковы же интересы самой России в данной ситуации? Ну, знаете, вот буквально коротко по Штатам, да, вы совершенно правы, что им такое резкое поражение невыгодно в Украине, да, вот, потому что тогда, в принципе, рычаги влияния пропадут, ну, скорее всего, да, вот, но с другой стороны, как такой раздражитель, то вполне, у границ России, вот, с Россией интересная ситуация, вы знаете, я думаю, что, вот, по итогу уже, наверное, шести лет после подписания Турехминских соглашений и окончания такой острой, да, масштабной фазы конфликта на Донбассе, вот, я думаю, что у любой из сторон, будь то Россия, будь то Европа или коллективный Запад в целом, будь то Украина, у них нет теперь уже рычагов давления друг на друга, поэтому сейчас мы видим такой формат, как нормандская тройка его называет, или нормандия минус. Это очень плохой формат, он деструктивный, и если и до этого были, была ситуация с диалогом по Донбассу, не на самом хорошем уровне, да, вот, она деградировала постоянно, то сейчас она может вообще, в принципе, быть близка к нулю, потому что, смотрите, получается сейчас какая ситуация, я, кстати, как в воду смотрел, вот, после поездки Зеленского в Париж, я думал, созвонятся ли Макрон и Путин, и вот, и такие вот инициативы есть, вот, и до этого Путин, Макрон и Меркель тоже обсуждали нас, да, нас без нас, да, поэтому смотрите, что я сейчас наблюдаю, сейчас все перетекает в такую плоскость, когда Путин, Макрон и Меркель будут общаться втроем без нас, он нас, а потом Меркель, Макрон и Зеленский будут уже отдельно от России общаться, вот, и Россия будет ретенцилировать свою позицию Франции и Германии, а Германия и Франция нам, это будет как вот по кругу идти, вот, вот, он плохой, нет, он плохой, он плохой, нет, он плохой, поэтому я думаю, что у России тоже каких-то качественных рычагов влияния на Украину сейчас нет, поэтому сейчас идут такие вот демонстративные перемещения оружия, вот, учения, вот, в Азовском, да, в Азовском море, этого бояться не стоит, это всегда было, вспомните, Запад в 2017, тоже там прибалты рвали волосы и поляки, что вот сейчас захватят Сувалгский коридор, прорвут окно к Калининграду, выйдут, да, но ничего не случилось, потом НАТО проводило учения ответные, сейчас, кстати, СБУ проводит учения в ряде городов, там, Насгвардия проводит, пограничники, это вполне нормально, то есть это, россияне свою силу демонстрируют, мы свою, насколько возможно, да, то есть, бояться какого-то, какой-то эскалации пока не стоит, вот, не так идет наращивание и подготовка к вторжению, это больше такая, как демонстрация, то есть, я все-таки к тому веду, что Россия, наверное, понимает, что вот она не может так вот, знаете, вот таким щелчком указать Киеву, как ему сейчас стоит поступить с Донбассом, вот, проводить там сейчас амнистию и выборы не проводить, имплементировать формулу Штейнмайера, не имплементировать, вот, поэтому сейчас вот и такой складывается замкнутый круг, когда Россия не может на Украину повлиять, Украина на Россию, вот, а Запад, он, как всегда, умывает руки и хочет, как бы, и сохранить лицо перед мировым сообществом, что якобы, вот, мы же не сдаем, как бы, Украину, но и с Россией договориться, потому что тоже на кону большие ставки и по серному потоку, вот, и другие проекты, там, тот же Шелковый Путь, он функционирует, как ни странно, до сих пор, да, без Украины, вот, поэтому, видите, ситуация довольно-таки патовая, но было бы ничего, если бы она была где-нибудь там в Папуа-Новой Гвинеи, но если она на нашей стороне, да, на нашей земле... Не надо желать такого вот Папуаса, пускай живут в мире. Я говорю условно, это понятно, что все пусть живут в мире, вот, но понимаете, страдаем-то мы, наши граждане страдают, то есть, понятно, мы могли бы годами наблюдать за ситуацией в другой стране похожей, нас же не особо волнует Сирия, по-моему, и думаю, что украинцы, как бы это кощунственно не звучало, как-то мало думают там про ситуацию в Сирии, в Ливии, в Йемене, да? Ну, вот это как раз-таки плохо, потому что никаких уроков оттуда не извлекают, в общем. Это само собой, но тут и другой момент, что и мир-то не особо думает про Донбасс и про Украину в целом. Я не думаю, что Меркель там, когда встает, думает, боже мой, а сколько там жителей погибло на Донбассе или военных украинских. Я думаю, что ей глубоко, наверное, наплевать, как и Макрону, как и Байдену, вот, это наши проблемы. И, увы, к сожалению, пока вот Запад выражает озабоченность, а Россия просто делает какие-то маневры своими войсками, страдают, в конце концов, наши граждане, наши военные и мирные жители. Ну что ж, на этом я благодарю вас за беседу. В гостях у Международной панорамы был Валентин Гайдай, политолог и эксперт Украинского института политики. Ну а в Соединенных Штатах на этой неделе вынесли приговор полицейскому, который душил Джорджа Флойда. 20 апреля суд присяжных в американском Миннеаполисе признал виновным бывшего полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Вердикт коллегии присяжных во вторник зачитал судья Питер Кэхилл. Бывший сотрудник полиции признан виновным по всем трем пунктам обвинения. Теперь ему может грозить до 40 лет лишения свободы. По словам судьи, приговор по делу Флойда будет оглашен через 8 недель. Шовин, также присутствовавший на заседании, отреагировал на вынесение вердикта спокойно. До момента оглашения приговора он останется под стражей. В американской либеральной прессе осуждение полицейского вызвало шквал восторга и одновременно приступ истерики от чувства собственной важности. Ведь это именно либеральные СМИ около года назад раздули волну протестов и погромов после смерти Джорджа Флойда под лозунгом Black Lives Matter. Только полюбуйтесь на эти заголовки. Правосудие по делу Джорджа Флойда восторжествовало, следующие на очереди политические лидеры Америки. Вздыхаем с облегчением по поводу обвинительного приговора Шовина, но активисты говорят, что работа над расовым правосудием далека от завершения. Семья Джорджа Флойда заявляет, что приговор – победа для многих, но борьба за справедливость еще не окончена. Как видите, общая черта всех этих заголовков – убеждение в том, что продолжение следует. И в этом они, несомненно, правы. Невзирая на то, что в Белом доме теперь заседает неконсервативный Дональд Трамп, которого сторонники БЛМ обзывали расистом, а самый что ни на есть толерантный Джо Байден, приведенный к власти в значительной степени именно за счет черных бунтов, проблема межрасовых взаимоотношений в США никуда не делась. С течением времени она будет напоминать о себе все чаще. Не далее, чем неделю назад, мы рассказывали о новых бунтах из-за того, что полицейский застрелил афроамериканца. Похоже, недавний приговор убийцы Джорджа Флойда поднимет дух черных протестующих и погромщиков до предела, и они будут реагировать новыми беспорядками на каждую смерть чернокожего от рук полиции, вне зависимости от того, было ли применение силы оправданным. А на этом наша передача подошла к концу. До новых встреч на канале КРТ.